Продолжение следует... Ссылка будет в описании. 6 июля в Нью-Джерси боксер Артем Арутунян сразится за титул чемпиона мира в легкой весовой категории по версии WBC против непобежденного Шакура Стивенсона, который удерживает данный титул. Что сказать, в этой встрече, конечно же, букмекеры считают Шакура Стивенсона явным фаворитом. На его победу можно поставить ставочку с коэффициентом 1-0-1. Ну а на победу Артема Арутуняна предлагают сделать ставку за 13-40. Я думаю, она будет расти. Итак, пройдемся по боксерам. Начну с Шакура Стивенсона. Занимает он вторую строчку бокс-рэк. Чемпион WBC, 26-летний американец, который дебютировал в 2017 году среди профессионалов. Провел 21 поединок, во всех одержал победу. 10 завершил досрочно. Из битой позиции можно выделить таких боксеров, как Оскар Вальдес, Джемел Херинг, Робсон Концейсау и Эдвин Делос Сантос. Что сказать, Шакур очень хорош, действительно очень хорош. Прекрасно защищается корпусом. Очень быстро принимает решения. Классно чувствует дистанцию, обалденный тайминг. В принципе, технически он почти безупречен. Ну, я говорю почти, потому что у каждого боксера можно найти изъян. Рост 173 сантиметра при аналогичном размахе рук. Соперник. Артем Арутунян. Занимает 44-ю строчку бокс-рэк. Также занимает 7-ю строчку WBC. 33-летний боксер из Германии. Дебютировал в профи в 2017 году. Провел 13 боев, 12 побед, 7 завершил досрочно и одно поражение. Поражение от Фрэнка Мартина. В битой оппозиции громких имен у него нет. Он известен своим агрессивным стилем боя. Довольно мощные у него удары. Быстро стал любимцем местной публики. Все свои бои провел в Германии. Ну, кроме последнего, который он проиграл. Рост 172 сантиметра. Размах рук 174 сантиметра. Ну что, разберем бой. Знаете, данный бой... Последний бой для Стивенсона по контракту 100 пранк Боба Арума. Для американца это будет первая защита титула, который он... Ну, титул он завоевал прошлой осенью в поединке против Эдвина Делос Сантуса. И Шакуру, скорее всего, минимизировав риски, позволяют провести первую добровольную защиту. Набраться уверенности в рамках данного веса. Напомню, что обязательный претендент в этом весе... В этом весе, в этой категории Вильям Сипеда. Ну, кстати, он не только в этой категории обязательный претендент. Если я не ошибаюсь, еще в Айбиев титулом, которым владеет Ломаченко. Там тоже, по-моему, Сипеда обязательный претендент на первой строчке стоит. Ну, что сказать. Шакур на один сантиметр выше, но у Артема на один сантиметр длиннее руки. В принципе, оба боксера примерно равны по антропометрии. Оба боксера призеры Олимпиады 2016 года в Рио. Только Артем взял бронзу в суперлегком весе, в котором выступал. А Шакур серебро во втором легчайшем весе. Ну, Шакур моложе, естественно, своего соперника на 7 лет. Также является левшой, что всегда, ну, стилистически неудобно для боксеров с левосторонней стойкой. Хотя они дебютировали в профи в одном и том же году. Опыта у Шакура намного больше. Насчет Артема. Артем крепко сбитый, такой агрессивный, напористый слагер. Можно так его обозначить, в принципе. Часто боксирует первым номером, пытается навязать оппоненту силовое противостояние. Но при всем этом он отлично может отбоксировать и агрессивным вторым номером. Хорошо, даже я бы сказал, прекрасно. Контрит. Хорошо передвигается на ногах. При сближении пытается отрабатывать корпусом. И его задача, естественно, измотать соперника. Измотать соперника, зажать в углу ринга, ну, или у канатов, и навязать размены. Насчет Стивенсона. Ну, Стивенсон, возможно, лучший действующий боксер в мире на данный момент защитного плана. Он маневренный, быстрый, молниеносно умеет принимать решения. У него действительно классный боксерский IQ. Он действительно умный, хладнокровный, расчетливый. Не теряет, как говорится, головы в бою. И также у Шакура прекрасный тайминг. Классные рефлексы. Роскошная техника. Ну, можно говорить много. В принципе, как, именно как боксер, именно со стороны бокса, мне очень нравится наблюдать за Шакуром. Как будет проходить данный бой? Ну, скорее всего, Артем займет центр ринга и будет поддавливать. Будет накидывать джеб. Будет готовить правый боковой в обход блока. У него он отлично получается. Шакур, естественно, будет контрить. Предположительно, будет пробивать корпус. Арутунян, скорее всего, в каждом раунде, в каждом новом раунде, будет выбрасывать больше и больше ударов. То есть, поднимать темп. Пытаться именно взять бой интенсивностью. Потому что чисто боксом он не возьмет данный бой. Это он, я думаю, понимает и его команда понимает. Шакур же, предположительно, опять будет контрить. Контрить по корпусу. Он будет пытаться садить дыхалку. Потому что нужно просадить такого боксера, который постоянно прет, чтобы он немножко тяжелее задышал. Конечно же, Шакур с каждым раундом будет больше отрабатывать на ногах. У него отличные передвижения. Нет, он не будет велосипедить, как многие могут подумать. А именно отрабатывать на ногах. То есть, он будет пытаться проваливать боксера за счет передвижений. То есть, за счет передвижений провалить и создать себе углы атаки для контратаки, чтобы атаковать. У Аратуняна, конечно же, солидная школа бокса. Поэтому Шакуру придется действовать осторожно. Иногда Артем, конечно же, слишком опрометчиво бросается в атаки. И его можно на этом поймать. Мой прогноз. Знаете, в целом нет таких компонентов, в которых Шакур не превосходил бы своего будущего соперника. Стивенсон намного техничнее. У него лучше футворк. Многоударнее комбинации. Он более вариативный. И думаю, Шакур победит. Пойдинок, скорее всего, продлится все 12 раундов. И, скорее всего, конечно же, Шакур победит. Но я не удивлюсь, если бой будет довольно-таки конкурентным. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Также я публикую ссылки на трансляции боев. Поэтому колокольчик, чтобы не пропустить. Ну и, естественно, пишите в комментариях, как вы думаете, кто победит в данном бою. Удачных ставок. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok